Сценарии взрыва. Почему важна высота? Эффекты взрыва кардинально зависят от того, где он произошел. Воздушный взрыв на высоте сотен метров нескольких километров максимизирует площадь поражения ударной волной и тепловым излучением. Именно такой взрыв производит характерное грибовидное облако. Ключевой факт. При воздушном взрыве радиоактивные осадки практически не образуются, так как огненный шар не касается земли и не поднимает в облако частицы пыли. Пример. Хиросима и Нагасаки. Наземный взрыв касается поверхности, создает огромную воронку, вызывает сильнейшие сейсмические волны и генерирует максимальное количество радиоактивных осадков. Это наихудший сценарий с точки зрения долгосрочного заражения местности. Высотный взрыв в космосе, десятки и сотни километров, не создает ударной волны и осадков, но генерирует мощнейший электромагнитный импульс, который выводит из строя электронику на огромной территории. Поражающие факторы. Анатомия разрушения. При ядерном взрыве последовательно действует несколько поражающих факторов. Световое излучение и тепловой импульс. Огненный шар мощностью одна мегатонна на пике ярче солнца в десятки раз. Его видно за сотни километров. Длительность. От долей секунды для малых боеприпасов до десятков секунд для мегатонных. Последствия. Мгновенные ожоги третьей степени на открытой коже в радиусе многих километров. Воспламенение горючих материалов. Пожар и шторм. Защита. Любой непрозрачный объект. Светлая, плотная, не прилегающая к телу одежда, значительно снижает тяжесть ожогов.